Мальчики всегда позже начинают говорить. Успокаивали Олесю врачи. Когда к четырем годам ее сын Федор не начал отзываться на свое имя, женщина пошла с ним на обследование. Диагностировали аутизм – психическое расстройство, для которого характерна крайняя степень самоизоляции. Сегодня мальчика уже семь. Он пошел в первый коррекционный класс, где учится контактировать с другими детьми. Пока это дается ему с трудом. Ну вот если на улице его просто увидеть, он ничем не отличается. Можно услышать. Вот мы едем в транспорте, и вот эти звуки непроизвольные, которые он говорит на своем языке, это сразу люди начинают оборачиваться, кого-то это раздражает. С этим расстройством часто бывают одаренными в какой-то сфере. Но при этом они не обладают элементарными навыками самообслуживания. Не умеют держать ложку или завязывать шнурки. Им сложно сконцентрироваться, поэтому педагоги и родители постоянно пытаются завлечь ребенка тем, что ему интересно. Задача психолога – показать родителям, какие упражнения можно выполнять дома, чтобы ребенок продолжал развиваться и без помощи специалиста. Невозможно отследить сразу результат. Чаще всего родители начинают расстраиваться из-за того, что они не видят. Здесь нужно очень важно замечать маленькие результаты. То есть ребенок научился просто давать предмет в руки, обращать внимание. Это уже колоссальный успех. Поэтому для того, чтобы добиться, нужно заниматься постоянно. Больше 450 детей в Алтайском крае имеют диагноз «аутизм». Их проблемой занимаются медицинские и образовательные организации, а также органы социальной защиты. Врачи уверяют, что при плодотворном сотрудничестве с пациентом можно достичь высоких результатов. Юлия Шламова, Сергей Седых. Новости. Молодец. Елена Шламова, Сергей Седых. Новости. Канк юлия Седых. Новости. Новости.